Еду на учебу. У меня продолжаются проблемы с ульпаном Шали. И, наверное, если бы дынуть какое-то время назад, обряд ли бы я даже поняла, что это вауч, или не использовала его. У меня есть небольшая информация по другим ульпанам частным. Ну, небольшая, вернее, по одному ульпану, который находится, как оказалось, рядом с моим офисом, и не рядом находится. Поэтому, что знаю, расскажу. Ну, а так немножко поснимаем вам видов на мой город. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вот эта вот разница... Я не раз говорю о том, что здесь, по сравнению с Белоруссию, по тому методу, по тем принципам, что я училась, абсолютно большая разница бывает иногда в методах лечения. И вот сегодня был ещё один случай, который прямо реально поверг меня в шок. Я, конечно, ещё хочу проконсультироваться со своими преподавателями, которые сейчас у меня преподают курс подготовки к экзамену на лицензию. В общем, случай такой. Сегодня мы были в Бейтавоте. Бейтавот на русский язык — это как дом престарелых. И человеку там стало плохо. Закружилась голова и так далее, и тому подобное. Я подхожу к медсестре и говорю, послушай, ну померяй давление, окажи там первую помощь, всё это. Она говорит, нет. Я говорю, в смысле нет? И она мне говорит о том, что типа оказание первой помощи, даже банальное измерение артериального давления, ну то есть просто померить давление, они здесь этого не имеют права делать, то есть это даже согласно закону. То есть если они видят, что человеку плохо, пожалуйста, мы можем вызвать вам скорую помощь, ну типа сами в таком же медучреждении, они не делают ничего. То есть для меня это просто было нечто, скажем так. То есть как бы я, конечно, многому за последние полгода начала удивляться и всему остальному, но как бы это для меня прям было вау. Слушайте, наконец-то конец недели. Конечно, это была неделя прям полна событий в плане удивления. Ну и коли же мы с вами затронули медицинскую тему, то, пожалуй, на эту тему у меня есть что вам рассказать. Начнём, как говорится. В общем, смотрите, когда мы жили в Беларуси, то как бы о медицине Израиля, естественно, от русских людей, ты слышишь прям такие аховые комментарии на тему того, что сюда едут с заболеваниями рака, с какими-то ещё отклонениями, которые прям в Израиле лечат на ура. И вообще израильская медицина — это прям вообще вверх всей медицины, и только здесь тебя могут вылечить. Ну, чаще всего я слышала именно такие комментарии о медицине Израиля. В принципе, наверное, так и есть. Когда мы переехали уже в Израиль, и я начала общаться с русскоязычным населением, то, в принципе, о медицине есть такой момент, что как бы тебя трудно попасть к какому-то узкому специалисту, почти невозможно нереально громадные очереди, там громадные очереди на снимки тоже очень тяжело вообще пройти. И как бы так немножко происходит резонанс на тему того, что из Беларуси, когда не живя в Израиле, ты слышишь только положительные отзывы, а уже находясь здесь, ты слышишь как бы больше отрицательных отзывов. В принципе, от израильтян это много можно услышать, о том, что нереально попасть, и бывает такое, что наоборот залечивают до почти там чуть ли не летального исхода, и, в общем, короче, полная ахинея, это вся израильская медицина и чушь. И на выдуманные, скажем, такие хорошие комментарии. Ни для кого не секрет, как бы, что в Израиле идет страховая медицина, и ты как бы платишь ежемесячно определенный размер взносов, этот размер зависит также от твоего возраста, это зависит от уровня страхования, который ты себе выбираешь, также зависит, несомненно, от больничной кассы. И каждая больничная касса есть свои плюсы и минусы. Вообще выбор этой больничной кассы, он как бы напрямую зависит, как мне кажется, и как вот я наблюдаю, как бы, по репатриантам тоже, которые репатриируются и по нашему выбору больничной кассы, что выбор больничной кассы у репатрианты зависит напрямую от того, в какую больничную кассу ходят его родственники, друзья, или там, если вдруг кто-то кому-то порекомендовал в интернете. Как бы мнение складывается не собственное, а уже из виду того, кто кому что посоветовал. Естественно, у вас есть возможность поменять больничную кассу. Это происходит, естественно, не в один клик, как многие сейчас любят. Для этого нужно походить, доказать, что ты хочешь, почему. Ну, в общем, это стоит твоих ног, скажем так, и разного количества бумажек. Так вот, не так давно нам пришлось достаточно плотно столкнуться с медицинской частью Израиля в плане того, что в нашей семье понадобилась госпитализация в больницу. Вообще, момент от выявления проблемы до именно госпитализации у нас затянулся порядка около полугода, что-то такое, может, месяцев 9. От выявления проблемы до, скажем так, до госпитализации и проведения оперативного лечения. Как бы, если бы я была простым обывателем, наверное, ну, может быть, для меня многие вещи не показались бы шоком, скажем так. А так как я имею непосредственное отношение к медицинской части, даже сейчас, проходя учёбу, я не раз повторяю о том, что я наблюдаю как большую положительную разницу в плане лечения, принципов лечения, так и для меня непонятные принципы лечения тоже, как бы я вижу эту разницу. И, собственно, от этого я уже и отталкиваюсь. Есть в Израиле такой момент, что если они проводят мелкоинвазивные операции, например, лапароскопическая, скажем так, операция методом лапароскопа, в Белоруссии это была госпитализация порядка 10 дней. В данном случае нам понадобилась именно операция методом лапароскопа, и наша госпитализация продлилась сутки, чтобы вы понимали. И вообще, как бы, в принципе, после той операции лапароскопической, что делали нам, они были готовы нас выписать в тот же день, то есть что для меня прям было вау. Но я настояла на том, чтобы нас оставили на госпитализацию на день, хотя бы ночь переночевать, и, собственно, нас оставили. Как бы, вообще, как я читала статистику, я не знаю, насколько она верна, но, тем не менее, я немножко остаюсь ей верной, вернее, верю ей в плане того, что, как бы, в Израиле риск после операционного заражения, нагноения этих ран, он очень высокий. Почему? Потому что тебя достаточно быстро выписывают домой из больницы. То есть если вот, как у нас была методом лапароскопа операция, нас готовы были в тот же день выписать. То есть вот так. Второй момент, что меня, как бы, напрягает, у них тут есть такой момент, что обработка послеоперационной раны, она была открытая послеоперационная рана, обработка водой с мылом. То есть, чтобы вы понимали, когда я это услышала, я им сказала такая, что? Вы серьёзно? Как бы, ребят, ну, серьёзно. То есть, ну, для меня это было прям вау. Второй момент, как бы, что я не хочу говорить там, что медсестры, вообще, вот этот послеоперационный уход, когда ты находишься в стадии госпитализации в больнице, что он какой-то неправильный или не такой, и там, может, у медсестров не было времени и всё остальное, но банально, как бы, ладно, оставим, что я касаюсь медицины и знаю, как бы, как обрабатывать всё это. Человек, который не знает, ему говорят обрабатывать водой с мылом три раза в день, к примеру. Как обрабатывать, объяснить, показать? Вот этого ничего нету. То есть тебе дают, вот у них такое вот бумажное общение, тебе дают выписку в конверте и говорят, всё, иди домой, там всё указано. Момент того, что, как бы, когда мы с этой выпиской, я через два дня, потому что нас выписали в пятницу, а в пятницу всем известно, что заходит шаббат, и как бы ничего фактически не работает касаемо государственных организаций, и я пошла, получается, пятница, суббота, я пошла в воскресенье к врачу записать мужа, выписать ему больничный. Я говорю, как бы, ну а можно что-то кроме, там, ну, я не знаю, антибиотик, например, чтобы там обычно они вот в такие моменты выписывают антибиотик, дабы исключить воспаление и нагноение ран. Но нет. Мне, на что мне врач говорит о том, что, вот смотри, у тебя в письме написано в выписке вода с мылом, вот вода и с мылом, всё. То, что написано в выписке, так и делай. Окей, как бы мы делали то, что было написано в выписке, мы были на больничном три недели, после нас мы вышли с больничного, и там спустя, по-моему, неделю-две мы пошли на консультацию к операционному хирургу, который нас оперировал, дабы, ну, как бы она проверила и сказала, да-да, у вас всё в порядке. Но было там не всё в порядке, там немножко воспалился, при том, что они выписали май и мысабон, то есть вода и мыло, воспалился нижний шрам, я об этом указала, нам вскрыли это повторно и дали две с половиной недели до следующего приёма, то есть они нам выписали ещё раз приём у хирурга именно в больнице. Этот приём, к которому пришли на второй раз, для меня это было просто ад, и мне казалось, что я нахожусь в каком-то, не знаю, доме психически неуравновешенных и непонятных для меня людей, потому что, что бы я ни говорила, на это всё мне отвечал врач хорошо. То есть, чтобы вы понимали, как бы две с половиной недели прошло после того, как нам вскрыли повторно шрам, рана не затягивается, потому что муж работает, у мужа физическая работа, и как бы, ну, понятное дело, что каждый раз, даже там, если что-то зарастает, оно всё равно не зарастает по итогу. Вот. И я ему говорю, послушай, как бы у мужа физическая работа, так и так, рана не закрывается. Он мне говорит, хорошо, чем медленнее она закрывает, ну, может, я такая дура, хоть и медик, но дура. Чем медленнее она закрывается, тем лучше. Я говорю, окей, но там как бы есть на, выходит нагноение, они поверхностные, неглубокие, как бы это ненормально. На что он мне говорит, а, нагноение? Так это хорошо. Просто после вот этого всего, вот, что бы я ему ни говорила, он мне говорил всё время хорошо. Я просто не понимаю, или я дура, или меня за дуру решили сделать. Всё, что он нам сделал на перевязке, он нам заложил туда йод и сказал до свидания. Я ему сказала, не до свидания, дай нам, пожалуйста, больничный. Дал нам больничный, мы пошли к семейному врачу, и я ей сказала, послушай, это ненормально, как бы ты сама видишь, ты сама прекрасно понимаешь, что то, что происходит, это ненормально. Что мне делать? Мне надо и нанимать адвоката, мне надо судиться с больницей, как бы, ну, я понимаю, может, тут такие принципы лечения, но они не подходят, и нет результата, как бы, это видно. Ну, как бы спасибо, я не знаю там кому. У нас более-менее адекватный семейный врач, она мне сказала обратиться к медсестре, которая находится непосредственно у нас в больничной кассе, чтобы она посмотрела, и если, как бы, вот на неделе у нас закончится больничный, если это не закроется, то она будет вместе со мной составлять письмо на то, чтобы его обратно вернуть в больницу, и то есть, чтобы там оказывался достоверный, то есть, нормальный уход. Мне вот такое отношение, оно не особо понятно. Как бы, ладно, я такая дотошная и добиваюсь вот этого всего, но как бы, если человек, у которого нет за спиной кого-то с медицинским образованием, или, допустим, человек, который не такой дотошный, который верит вот этому вот врачу, который бы сказал, так это хорошо, что у тебя гной, прекрасно, как бы, живи дальше, и он бы пошел жить дальше. Ну, это же, как бы, неправильно. Вот в этом плане, как бы, мне этот подход не нравится. Второй момент, что вот это мне не нравится, то, что я рассказывала до этого, то, что вы увидите. Вот. Касаемо вообще очередей. Я заикнулась, но не дорассказала до конца. Касаемо очередей. Здесь очень многие израильтяне, в частности, из среды русского населения, которые там репатриировались в постсоветском пространстве, или сейчас, очень жалуются на то, что достаточно большие очереди к узким специалистам. В принципе, отчасти я могу с этим согласиться. Но, ребят, камон, я приехала из Белоруссии, как бы, я эту всю кухню знаю. Я знаю, что если в Белоруссии ты хочешь попасть к врачу, и тебе, например, вот как у нас, тебе дают направление из обычной поликлиники, например, в медцентр, в котором работала я, которая оказывает именно консультативные моменты, то, как бы, ребята, у нас к врачам тоже было и по месяц, и по два очередь, и по три было месяца очередь. То есть, как бы, я к этому привыкшая. Я не могу сказать, что это прям вау. В конце концов, есть возможность такого. То есть, когда нам нужна была консультация хирурга, в нашем городе консультация к хирургу была очередь на три месяца, чтобы вы понимали. То есть, нужно было ждать три месяца. На что я сказала, окей, давай, смотри, я живу в Умерказ, скажи мне, пожалуйста, при моей больничной кассе, есть ли у меня возможность поехать, например, в другой город на консультацию к такому хирургу? Да, есть. И очередь была гораздо меньше. Опять-таки, есть разные узкие специалисты, и действительно, очередь бывает раньше. Разная. Но, ребят, как бы, это не что-то новое. Я понимаю, что, в принципе, для меня, как для репатрианта, возможно, для человека, который не видел другой жизни, и для него это непривычно, непонятно, и что-то, как бы, за пределом. Но жаловаться на то, что здесь большие очереди каким-то специалистам, я не могу, потому что, как бы, я из страны, где я знаю, что есть такие очереди. Поэтому как-то так. Поэтому принципы лечения, они, конечно, меня немного в некоторых планах напрягают. Я уже не буду прям углубляться сильно-сильно, у меня все-таки не медицинский блок, а все-таки влоговый в плане рассказа и историй. Что хотелось бы еще сказать? Стараемся чаще выпускать видео, но ввиду некоторых обстоятельств, связанных с моей гребаной учебой, я уже очень хочу научиться наскорее до конца. Стараемся выпускать видео. Очень бы хотелось узнать, какие вам темы интересны. И пишите, пожалуйста, здесь в комментариях ниже. Я буду стараться, конечно, что-то вам рассказать именно о своем опыте в данной теме, которая интересна вам. Вот. Ставьте колокольчик, подписывайтесь, что, естественно, ссылочки на инстаграм, который пока мертвен, но он поскреснет обязательно. Я его оживлю сразу, как только выйду из всех экзаменов в учеб. Маленькие инсайты. Значит, касаемо квартир, квартирного вопроса. Мы держим руку на пульсе, есть много чего рассказать, но как-то хочется все уместить в одно видео, пока у нас небольшое затишье. Не знаю, насколько оно продлится, но, тем не менее, эту тему я тоже веду и записываю по ней какие-то моменты. Касаемо Ульпана Шели, ребят, будет очень вообще. Я надеюсь, что девчонке, в конце концов, не откажутся. Будет очень интересное информативное видео. И я надеюсь, что мы его закончим и закончим без эксцессов и подаваний заявления в суд, подачи заявления в суд. Но, тем не менее, эту тему мы тоже затронем и не рад. Так что так, всем хорошие выходные, хорошие недели, успехов, удачи. И не забывайте смотреть, ставить лайк. Ну, или то, что вы хотите поставить, и обязательно комментировать. Мне очень важно для вас обратная связь. Все, всем пока!